о всем привет в общем у меня такие же спонтанные видео думаю дать я вот эту корону одену чтобы это как-то вас развлечь ну так про кино про построение социализма коммунизмом рассказала про гопников два случая рассказала до ночи как бы в одолении любит это прошлое вспомнить поэтому знаете не удивляйтесь что это прошлое но мы же у нас это сатурн гору скупь а кстати самые лучшие политики это овны львы и водолея но водолея знать почему хорошие политики важное будущее вид вот ну там все типа берещат типа ельцин козел ельцин козел вы понять не можете что как вообще трудно было руководить в то время представляете толпа совков вообще просто толпа совков которые в принципе сейчас руководят россии да и поменять что-то в их не психологии очень тяжело в общем тогда 14 лет можно у человека что-то изменить а потом нет если только он сам не поменяется представляете вот это вот досталась ему вот эта совковая страна да надо там что-то было менять и что он мог то мог он в принципе всем дал свободу говорил свобода делайте чё хотите а потом уже просто мне на ну вообще единственная человек который сам ушел с этого поставки извинился кстати он сказал извините меня типа я был не прав туда-сюда в общем вот еще хоть какого-то человека видели политика который извинился и сказал я был неправ типа простите меня извините а вот он извинился в общем то только за это можно его ночью понимаете смысл то что он не гений он никакой не гений ему надо было один один срок отсидеть и все должны лезть он что-то но его составили просто в окружении заставил типа давай давай типа он вообще нафиг ничего не нужно представить такими тупоролами там руку руководить этой страной вообще такое ужасное время до еды нет американцы опять помогли завалили этими этими и какого окорочками с этих пор и курицу ненавижу это сибири и так наелась этих окорочков мне вот уже вот так стояла и самому говори ненавижу к макароны и ненавижу горе курицы тоже и так вот объелась вот так вот уже ну даже там ничего не было кроме как окорочков из мяса но другом я стан другого была корчка дешевые ну хоть они этим помогли американцы помогают всем сейчас вам трамп сказал и потому что нифига надо жить для себя типа того что помогать себе я же вам рассказал то мне это все анголка меня там донимает вы русские то вы выйдете на нам своего джуша нам посадили джут джуша туша типа мы из-за волос не можем стать лучше там чуть начинать на меня в вечном фургу гнать какую-то я потому что преподаватель сказал типа того что он такого европейцы там типа нас грабит она такая мы уж вас не грабим говорит уже типа 50 лет за это время значит это вообще на самом деле за 50 лет даже за меньшее количество сингапур какой-то деревне стал великим городом до великой страной и в принципе я тоже так думаю что африки великое будущее потому что у них как будто этого бэкграунда нету им легче всего значит это расти расти россии ну как сингапур например у них не было никакого бэкграунда такого великого и вот они сделали великую страну поэтому шульман она например говорит на политолог она говорит что типа у страна азии не азии а именно африки у них возможно великое будущее потому что у них бэкграунда великого нету и как бы они могут без бэкграунда ну вот как бы мы там просим вы великая страна у нас тут а тут а тут а тут это было давно понимаете нам нечем сейчас хвалиться у нас нет нету ничего сейчас чтобы мы хвалились да например в общем то вот и поэтому африканцев я думаю что них то и вот она им такая говорит так вы говорит чё пристали к нам европейцам у вас ваш колонизм давно рухнул давайте шуршите сами лапами в общем то не приставайте к нам вот так давайте тему про это я пробовал про гопников начинала вам рассказывать но чем смысл то что надо ничего не помогает я говорю на сам бы пошла там 1 1 1 головой стукнулась и сказала что нет это не моё я не я не человек спорта и значит самое главное руки в ноги бежать чем быстрее и дальше вы будете от места преступления от криминальных элементов лучше второе значит если уж попались такое и вам никто не помогает а мне никто не помогал не сто раз не помог какой-то алкашка мне приставал и парень мне помог он сказал типа отвали не приставая и в общем я как-то выкрутилась побежала быстрее вот тоже было средь бела дня время сейчас скажу вам было шесть часов вечера знаете в мае месяце всегда светло но я говорю все мы приматы и по весне у этих какого у приматов мужских особей они постоянно начинают хватать поближе что рядом с ним с ними да вот потому чего эти были советское время сейчас не знаю но советское время значит были эти какого маньяки тируны мы своей подружкой ездили значит это на завод ну тогда же было бы сейчас скажу вам у нас по вторникам было так по вторникам вам был до по вторникам было значит это опыка учебно производственном комбинат это значит по моему 9 10 классно типа нас там мы специализировали так как все значит разобрали медсестры но санитарки это кто хотел медицинский поступить потом парикмахер в общем все это парикмахерство и санитаризм санитарии гигиену разобрали остались значит эти как в профессии заводские и мы с ними с ней пошли на я слесаре механо-сборочных работ работ второго разряда мне такое еще корочка есть вот мы пошли значит туда и там кстати интересно там мы изучали как детальки значит мерить ходили там заводом с эти денежку платили даже когда мы ходили отрабатывали чего-то там на завод среди недели нам что там 20 рублей заплатили а когда летом уже на спрашивали кто пойдет на завод работать мы летом с ней месяц поработали и значит на знаете нас какие смены ставили на старые смены ставили в 3 смена там же было четыре смены кстати на заводе 1 2 3 4 4 это ночью третья смена знать мы возвращались там в 11 часов ночи блин такой страхота ну страшно же представляете кстати вам одну историю расскажу я надеюсь моя родственница расскажет и просто такой ужас кошмар вот просто знаете триллер отдыхать но в принципе ну на эту тему есть фильма да но смысл тот что это реальная жизнь про это хочу сказать она расскажет если надеюсь она расскажет ну вот значит был такой классный этот преподаватель он кстати участник великой отечественной войны был в общем на пенсии было скучно очень пошел на пока и преподавал и у нас такая нас любил с моей подружайкой вот постоянно звонил кстати звонил я еще я я уже училась вам на втором третьем курсе он все звонил там с моей мамой разговаривался множество в общем как выпьет и начинает значит ой как вы поживаете мои девочки любимые я имею ввиду именно он относился к нам именно как не как там значит сексуальный объект а именно вот ему нравилось нами общаться ну потому что все там парни там пацаны сидели они тупорылые были были какие-то губники такие да мы такие внимательно слушали записывали все там изучали почему он поэтому такие ответственные были а кстати тоже вот если бы она в принципе россия остался на то сейчас руководил бы как чем-нибудь вот такая целеустремленная девах была вот а я такая как сказать послушная была но мне тоже было интересно и вот эти вам про маньяк рассказывать значит и когда мы ехали во вторую смену автобусы они были забиты всегда людьми мужиками ну естественно все время забивались в первую дверь но там сам женщина во вторую там мужики в основном там стояли да я такая стою значит в длинной юбке такая была я еще сама шила да у меня такая юбка гаде была такая длинная значит гаде такая облегающая а потом на баланчик встает и знаете такое бывает чувство когда тебе например ну тетка может сумкой что-то там такое чувство как будто кто-то сумкой тебя задевает мне что-то задирается 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 это карак поворачиваешь мужик стоит очень лучше ну и говорю уйдет суд говорю он значит сразу сбежал сразу так они боятся кстати огласки вот эти дураки то маньяки один раз значит было дело так это уже было когда я училась у нас значит как было тогда же воровству было что-то денег нет а вы держитесь как говорится и значит воровали шапки за шапку могли убить вам сразу говорю и у нас значит это было как у меня всегда были варежки на резинках потому что это было очень удобно до сих пор кстати нашу и делаю варежки на резинках и и значит это вообще очень удобно ничего не потеряешь вот ну там же платить надо было все время транспорте многие делали шапки на резинку здесь вот шапка на резинку пришивали шапку меховую значит тот хотела подрать раз а знаете когда воровали шапка до залезаешь в автобус или в троллейбус и трамвай и двери уже почти должны закрыться вот так хватали шапку и значит это воровали таким образом это дегубники вот и шапка на резинке ты не можешь своровать у моей значит знакомые у нее пытались так украсить а не смог и раз так опять и вот а так как у нас университетское общежитие вообще было очень далеко если пешком идти ну где-то наверное час за час ты дойдешь а так мы ездили на трамвае вот это был очень далекий путь хотя на наши общаги построили на их потом в итоге продали значит другому институту педагогическому наши общаги в общем отошли а так мы ходили через через дорогу научим и так вот и значит один раз я залезла в троллейбус это было зимой но получилось то что заднюю дверь и мужик там начал мне что-то задирать пальто у меня длинное пальто зимнее начал затирать я так поворачиваюсь как за руку чё тебе надо чё ты лезешь говорю чё-то чё-то говорю задираешь говорит он такой труханул такой и на следующей остановке сразу выскочил так что не надо всегда орать сразу они они этого боятся в общем эти маньяки прилипу как это тируны тируны назову назовем их тирунами потом значит еще был случаем рассказываю так как я не знаю почему летом как-то вот еще например расскажу постоянно летут в это в поезде в общем я поэтому сейчас стараясь не покупать никогда если поездом не стараясь не покупать эти как это называют вагонные да лучше плацкарте потому что плацкарте меньше пристают ну как бы вагон же отдельное пространство да расскажу например как было дело в плацкарте ну я на вторую полку мне все равно или 1 2 2 полка в основном когда уже билетов нет вот на вторую полку и значит я на вторую полке еду в казань опять своего города в казань да никому ничего никогда не пристаю к сижу книжку читаю вообще как бы не мини бикини вообще очень такая скромная девушка я такая чую такая значит утром когда еще все спят чую какая-то рука лезет ко мне а подо мной тетка была а это какой-то там значит молодой человек может я 30-35 и ко мне лезет и я ему так говорю что надо уйти отсюда он так труханул и сразу спрятался на свою первую полку и утром я такая ну он значит так испугался значит он там значит закрылся простыночка чтобы я на него на него не смотрела и значит тетки не сказал что он ко мне просто и приставал так что вы так творите сразу вот один раз я помню ехала из москвы в казань значит взяла вагон ну как вагон вагон говорю вагон вагон как называется места то ну делаем еще на 4 на 4 до и раньше нельзя было как-то выбирать что не с мужиками им и представляете я была одна двое гопников и один значит этот какой-то турок мне пришлось с ними да купилась как всегда себе журнал то ли гламур то ли вог то ли еще что-то то ли арбат престиж по-моему арбат престиж то время еще был бесплатно давали вот залезла на свою полку и они начали мне домогаться там эти гопники но они так думают спаят меня и там оприходу я такая не пью пошли пить ягод не пью я и вот они а это турок там типа не приставайте девушка не приставайте девушка потом общем они поняли что значит и я не пью они свалили знаешь ресторан все троем этот вот турок но они как бы отдельно были и значит ушли там И опять значит Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, давай пить, давай пить, я говорю, отвалте тебе, наверное, не буду пить. Он такой, не приставайте девушки, не приставайте девочке. Я такая, он потом говорю, вместо того, чтобы пить, шли бы, говорю, в туалет, говорю, под мышками помыли, т.е. от них так воняло. Это было летом, жара. И, видимо, они вообще не мылись, наверное, ну, неделю. Они были такие вонючие. Это просто трындец. это не то, что я говорила, что он вонючий вот этот мужик, да, который с ним ходил пить он тоже затыкал нос и вот здесь матал парфюмом а я там постоянно парфюм под носом такая вонь шла от их носков и вообще вонь шла просто ужас, ну, кстати, неделю не мылись они тут, кстати, проводили один эксперимент по-моему, мужик, немец не мылся вообще не мылся 10 дней и там показывали, он снимал, значит, видео передача была значит, он снимал каждый день вот как реагируют люди, ну, в общем, вы что на 10 день его просто выгнали ну, он пришел в гости кому-то, они его выставили на террасу, и он там, значит, на террасе в спальном мешке мерз в общем, это просто невозможно, ну, вот они, представляете они так воняли ужасно вот я к чему? ну, типа, этот турок он думал, а там в то время в Казани значит, это турки строили в общем, турки, конечно, хорошо по-по-рубки говорили и он, типа, того, что думал, что, значит, я к нему так как он меня защищал, типа, что, значит, я это как его привилегии ему какую-то сделаю а я там лежу на верхней полке, свой журнал читаю, и так, значит, это, естественно, я не раздевалась такая вся такая такая, ох, такая сижу, такая сплю глаз такой, смотрит ну, я ж натуру-то гопническую знаю ну, я уж поняла, что они ко мне приставать больше не будут, потому что, во-первых, они моложе были меня лет на 7 во-вторых, я уже знала, как общаться с гопниками я их не боялась я еще думаю, буду орать ну, про него я почему не думала? Я как бы наблюдала, что они будут делать. Думала, мол, что ночью они там ко мне. Но они напились и дрыхли, отрубили сразу. А, нет, они мне начали еще потом. Давай выключай свет. Мы спать хотим. Пошли вы в жопу, говорю. Вы, говорю, бухали, говорю, орали-то, говорю. Я сейчас свет буду выключать. Пошли вы в жопу, говорю. Накрыли с идеалом и спите сами, говорю. Но с ними и так надо разговаривать. Они другого не понимают. Ну, как бы фразы надо было выбирать и говорить. Вот. И чую я такая. Глаз-то так смотрю одним ночью. Эти задрыхли двое придурка вонючего. Вонючие. А это, значит, турок, который внизу, который мне свои мохнатые яйца подкатывал. Маленький, тоже небольшой, такой, худенький. А он, я такая, щелкиння так смотрит, смотрит. И я смотрю, этот придурок встал и чё-то ко мне. И такую руку ко мне лезет, лезет. Я такая, чё тебе надо, говорю, дурак? Он такой, труханул, раз, такой под одеяло спрятался. Я такая думаю, может быть, он хотел у меня сумку спереть. У меня все деньги вот здесь были. У меня такой кошелек был шит, и он пришит у меня был к брюкам. У меня все деньги были всегда в этом. У меня никогда денег не было в сумке. А сумка, кстати, у меня всегда под головой была. Вот, я думаю, может, хотелось спереть мою сумку и стащить что-то. И он так труханул, зарылся туда. Когда мы приехали в Казань, он типа спал. Чтобы, видимо, я его не позорила. Он, в общем, он спал, он притворился спящим. В общем, так вот. Я вышла в Казань, значит, а у нас там сразу такси, и садишься, и в свой город едем. И тут, значит, таксист такой ко мне подходит, говорит, ой, девушка, давай, типа, третий будешь, тут вот, типа, уже двое есть. Я говорю, чё, с этими, говорю, козлами, говорю, вонючими? Я говорю, не поеду. А там эти два губника, они вот этого мужика наняли, значит, и, значит, третьим надо было. Я говорю, я с ними, говорю, всю ночь, говорю, ехала, они, говорю, воняли, говорю, бухали, говорю, ещё, говорю, чтоб с ними, говорю, четыре часа, вы чё, говорю, с ума сошли, говорю? Нет, они такие ржут такие надо мной. Ну, поржали надо мной. Я над ними, говорю, не-е-е, говорю, вы не езжайте с ними, говорю, они вонючие, говорю, я с ними поеду. Так что вот так вот. Вот это ещё был случай. У нас с этими. Ну, помню, как-то тоже, знаете, в основном такая проблема была, проблема такая была на праздники там знаете какие ноябрьские все значит старались студенты уехать свои там города свои деревни и общем билетов практически не купить но если ты заранее купишь билет еще как а если не было у тебя денег а например стипендии дали позже у тебя нет возможности купить то мы покупали на поезд и там представляете были сидячие места ну если вообще никаких нет сидячий это был какой-то кошмар и ужас помнится вот там вот это набивалось это вот гопота о это ужас помню как приехали это был какой-то кошмар и ужас тоже еле-еле отбились потом помню один раз тоже ехала тоже пришлось ехать тоже какие-то губники а эти губники они постоянно это уж куда-то ехали и это своим деревням донимались донимали донимали а я ведь я еще молодо смотрюсь и все думают что я там ихняя ровесница я уже давно уж бабушка блин у меня уже внуки и правнуки и вот донимает 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 блин каждому терпение к конец-то приходит я уж потом продал проводницы так игры боже мая не горько мне достают они ко мне пристают говорю говорю когда место освободиться говорю давайте вы меня переселите говоря не могу уже антока игрую вызывай милицию там же есть как момент так они не все нормально типа того освобождается место ответить перетащу типа все нормально будет но все равно вот эти вот коры пласт карты все равно не более-менее безопасно чем это как же это называется вагонное что ли место это место называется когда отдельный отдельный купе 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 мой муж вообще не значит что такое плацкарт тут же нет поездки есть поезда ну как чё тут куда ехать тут никто не спит ой помню как-то это рассказываю вам про поезда один раз мы с ним значит на новый год мы всегда же сруливаем на новый год потому что новый новый год рождество тут коллапс просто какой-то коллапс это просто какой-то коллапс в виде погоды и виде трэша в магазинах да ну то еще толпа туристов раньше сейчас не знаю и мы с ним поехали в мексику встреча 12 год вот где вот я про шаманов вам рассказывала и у нас значит было кондор 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 значит он с конкун летит с франкфурта и значит нам надо было дюссельдорфа до франкфурта и потом значит сразу же аэропорт ну типа поезда аэропорта и сразу рапорта и представляете мой м что как бы не бери говорю не покупай горю места там знаете как в поездах них может билет купить в поезд еще может дополнительно купить места в поезд но смысле ты купил уже мисс билет на поезд и если ты хочешь что можешь купить место в поезде она будет именно лично твою например 15 а это будет твою или там 26 место это твое никто не прави не если кто-то сел ты показываешь билет и тебя болезнь он куда еще места купили гра зачем не покупай горнаде вместо сели сядем откуда я куплю я сяду кстати я вместо тоже покупает в этих в самолетах тоже есть же такая опция например купить место в самолете например впереди вот эти места которые самые ноги вытянут там тоже можно места купить дополнительную плату и очень он все купил горни покупание надо говорить на я всегда чувствую что что-то такое будет в итоге значит было было очень холодно было очень холодно было минус 25 а это очень холодно и представляете у поездов слетела вся электронная система наш поезд отказался ехать и главное самое интересное они ничего не говорят они ничего не говорят что нам делать а у нас уже значит самолет скоро улетит во франкфурте да и мы сидим сидим ничего не говорят пока не вылезла какая-то тетка с какой-то табличкой начала готов типа давайте идите вот туда не в громкоговоритель а именно с какой-то табличка ходила значит на перроне и если ты увидел ты уже как-то выруливал и убегал и типа давайте вот другой поезд садитесь вот этот поезд будет идти и в общем наш поезд в котором были места и все такое куплено он у нас не поехал потому что у него электронная система рухнула минус 25 поезд не идет никуда вот так вот и всех поездов в общем один только поехал во франкфурт туда набился весь этот народ который с нашего поезда туда и мы все ехали два часа вот так вот стоя стоя ножками вообще не сидели я вам такая говорю зачем ты покупала я тебе говорила не покупай я говорила тебе не покупай так ночью мы успели мы приехали вовремя этот франкфурт вот не франкфурт вообще работать не нравится какой-то противный какой-то какой-то грязный противный потому что это же воздушные ворота такие знаете транзит такой огромный транзит на америку чем с франкфурта все улетают вылетают в общем вот мы улетели в этот в мексику так чтобы так вот такие вот а еще один был коллапс когда приезжал мой брателл он приезжал значит на какую-то конференцию и потом взял отпуск и зарулил ко мне и мы значит и было мне по-моему неделю или три или пять дней и мы значит он такой балбес вместо того что поменять билеты на дюссельдорф мы не поменяли билеты и он такую поеду во франкфурт и вот в итоге значит нам пришлось вывести во франкфурт и было вообще снежная буря и было снега представляете все снега были метра наверно три высоту там как автобан на франкфурт и все это разгребалось эти все выкидывалось и пристать метр три высоту в общем такой туннель был снежный да да это франкфурт мы ехали ели ели было значит гололед машины были брошены просто вот эти лкв вот эти грузовые да которые с контейнерами они все были брошены вдоль дорог ну просто они не могли ехать это был просто какой-то коллапс я никогда в жизни столько снега не видела я была в сибири как говорится жила до западной и у нас и знаете в снежные времена когда значит 70 80 года зима была зимой были снега я столько снега не видела как здесь у меня был это шок представляю как у нее для немцев был шок ведь столько снегов это был какой-то год то ли десятый то ли одиннадцатый наверно был это одиннадцатый год в общем вот вот был какой-то вообще для меня был это шок поэтому всегда на новый год убегаем так что такие дела а ну про гопников еще так еще 7 так вот расскажу что было значит это когда я поступала в университет произвели мне общагу а там шарахлись эти гопники местные но криминальные элементы низшего разряда и значит они сюда донимались и и там типа это и жила одна в комнате а что там дверь выпинул вот так вот стукнула она вылетела и очень один это вот ходил ходил со мной знакомился я познакомился со мной я буду это поджог до свидания так всего дистанцию держу ну я ж знаю как с гопник нам это сейчас время-то подростковое с гопниками прошло в обуроне и тут значит казанские те гопники это значит это давай пошли выпьем давай пошли выпить давай пошли выпить давай пошли выпить а там было как я же не ходила с ним пить там были у него подружки которые жили в этой общежитии и значит это ну девки какие-то были и типа девки пошли-пошли но я такая думаю думаю надо тут как вроде девки живут и чтоб они до меня ну как надо же вроде с людьми хороших отношениях быть я такая ну ладно пошлите но там что-то сидели-сидели-сидели-сидели потом раз девки куда-то свалили но видимо они там договорились такие твари бывают и значит мы остались один на один с ним а я много-то не а я не пила это как мнение не пью мне экзамена там надо же ум-то проявлять он раз так дверь закрыл и такой я такая все думаю что делать ну такая думаем все нормально раз так посмотрела а второй этаж прыгать невысоко и я такая сила такая на окно ноги так одну ногу значит вниз опустила другая здесь это как бы только подойдешь говорю я говорю спрыгну а я буду орать я грусть я гру услышит что я ору я горы спрыгнул сломая ноги вызовут полицию и скорую помощь говорю и тигр срок поймает я говорю тебя махом поймают потому что спросят с какого комнаты говорю я прыгала кто в этой комнате живет сразу скажет кому ключи дали говорю и тягу посадит то хочешь кур сидеть ну ты тварь иди отсюда и меня в углу выпинул из комнаты и потом значит потом уже когда я поступил в университет он что-то там шарахался шарахался и все время говорил если кто-то тебе приставать будет ты сразу мне скажу я тебя типа спасу очень спаситель такой представлять фигов в общем вот так вот а еще надо знаете как играть надо делать такую решимость именно не то что вы там типа прыгните не прыгнуть а надо вот именно конкретно говорить снова я сейчас выпрыгну ну и говорит там не орать не визит и кыш я сейчас выпрыгну но имею ввиду что ну я ладно окей ногу сломаю но тебя посадят и тебя найдут надо спокойно так говорите все вы победите